Игорь, 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 Друзья мои, значит, тогда сразу скажу, следующая встреча 15 июля. Июля. Я понимаю, что там это, но вдруг там это будет. Это день, в 20 часов здесь же. Понимаю, кто сможет, всегда рад вас видеть и приветствовать. Я понимаю, рабочий день июль. Но специально не стали делать в мае, в июне. Но там же надо морковку сажать. Но я просто по деревне жил, мне тоже надо. Построил жену, жене на свой пол теплик. Теперь вот я там с этим. Ну у тебя сейчас посигнарились на полных, полных. Зато все. Там и мальчику записывал. Хорошо. Я просто хочу сказать, что если вдруг не получится сегодня, что все заявки я заберу с собой, если не все получится, ну 15 обязательно. Потому что, ну, получается у нас, будем говорить. А у меня сегодня еще две задачи есть такие. Значит, у нас сегодня разные события. Вот Марина нашей. Это ветеран нашего движения, песеного. Вот ей. У нее день рождения. Давайте попробуем. И побываем ей. Пусть не покажется грубым. Но мне бабка так говорила все время там. А бабка выключила была, когда желала кому-то. Мы не знаем, мужчины, что это такое. Это великая тайна. Вроде как вот этот самый булава, который вылетает, но кто не летает там. В военном. Бабе счастье такое есть на свете. Что это такое? Это не мы, мужики. Это потом. Мужики придумали, чтобы себя возвысить. Нет, оно и будет до того. Вот, Марина, бабе счастье тебе. Женскую, как хочешь, она зову ее. На всю твою оставшую жизнь. Вот такая же красивая, веселая, стройная. Вот и оставайся. Какой? А мы тебя очень любим. С днем рождения. И поэтому я по заявкам Марины сегодня три песни поеду. А первая песня это вот. Ну я говорю, просто повторю, да, тебя не слышал. Бывают такие ситуации, приезжаешь с войны и не домой бежишь. Семью обнять. Может быть, я совсем противоположную сторону. Но это не важно, это жизнь. Это ностальгия. Нервы себя потрепают. Но это по-хорошему любить. Встретить с человеком, кого, которого когда влюбил, мне в душе продолжаешь любить. Но столько времени прошло. Ты из Афганистана. Может, ты пытаешься при этом в прошлом, как-то установить лучшую часть этого прошлого. Знаешь, ты мне установить уже столько лет. Давай, давай. Нет, сначала. Здравствуйте. Это я. Прости, без приглашения. Но сегодня пятая февраль. Я хотел тебя поздравить с днем рождения. Что давно не празднуешь, а жаль. Постою немного, но доверю. Я лишь на минуточку прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Дай я тебе беру в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул. Помнишь, как однажды нам разлуку на годах? Авиабилет, Москва, Кабул. Столько зимы, столько долгих лет. Если год за три пересчитай, Я не упрекаю. Что ты? Нет. Не имею права упрекать. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем писали мне друзья. Помнишь, как с тобою в старом парке Прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя На губах исполненных твоих. Не смотри тревожно на меня. Я от этих губ почти оттолю. Очень изменился. Что же может быть? Старит нас чужая сторона. Там живут, не прячься от судьбы. Потому-то с рогой седина. Что тебе расскажешь о войне? Стоит ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе. Если будет в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопросы скидали от тебя. Где героев сводит хэппи-энд. Но так в кино. А в жизни проездные документы. Снова накопул через Ташкент. Он гудит таксист. Не может больше ждать. Видно, мало дал ему начать. Вот и все. Меня не надо провоживать. Я пошел. Будь счастлива. Прощай. Он гудит таксист. Не может больше ждать. Видно, мало дал ему начать. Вот и все. Меня не надо провожать. Я пошел. Будь счастлив. Прощай. Песенка о пяти каскадерах. Каскадеры это... Четыре было каскады, начиная с 80-го года в Афганистане. Это каскады, это название спецопераций, которые диверсионно-развитивные подразделения КГБСА проводили вместе с армией. Секретные, тайные, ну, все знали каскадеры, вплоть до последнего четвертого каскада. Каскадеры, каскадеры. Есть песня такая, мы ее заказывали, обычно говорили, каскадеры, каскадеры. Никто не знал, что там мы радовались, там не все равно этим. Чего пели, а мы это... Никто не знал, что это за ребят такие? Каскадеры, что ли, все, пятьдесят человек в кожаных пиджаках, в джинцах и в банях. Чего-то пляж-то, чего-то там кричат на непонятном языке. Но песни грустные. Что было потом? Пять каскадеров лезлились, покручены на помире. На сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под гюльханую, и власть народную спасли. Но их осталось трое. Три каскадеров шли в песках, брились едва и едва. Один ловушку прозевал, и их осталось два. Кишлака услышал крик, решили, поглядим. Но там был снайпер, штурмовик, и их уже один. Один вернулся, и ему молиться бы в судьбе, Но стал не нужен никому. И главное, себе. За рюмкой, как отаяния, он сжег себя до плана. И снова встретились они. Такие вот дела. Это вторая часть «Балла для двух братьев». Продолжение длинная первая, в тысячу раз ее, а вторая это «Орден в кулаке» называется. Да, награждали, тихо, незаметно. Наших ребят, тем более, без шума. Хотя вот на орденской книге в конце написано. Вручат при полном составе, вас при особо торжестве. Ну и ладно, вручили, и слава богу. Как это тайна, но все равно Орден. Но надо было же обмывать его, как положено. Ну нет, что там было, там все расписано, как обмывали. Разожми кулак, смедленный друг, товарищ. Пусть засветится эмалевый рубит. Он тебе наполнит зарево пожарищ. И разорванную сталь пройни машин. Он наполнит злое неба чек-вардака, Догорающий на склоне вертолета. Как захлёвывалась пятая атака. И как тот окрухели попремёт. Ну а эти за столом под образами, За скатёркой и зелёного сукна. Не они тебя на рейды провожали, Не они тебе вручали органа. Знаешь, друг, давай пойдём по ресторанам. Так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся нагманы. Прожигающий частный капитал. Нам отпустят все грехи официантка И под вопли электрических деталей. Ты расскажешь про обстрелы на Соланге. Я тебе про непокорный кандаган. Кто-то нас объявит жертвами ошибки. Кто-то памятник при жизни он ведёт. Кто-то в спину нам проларит, не до битки. А кто-то руку понимающий партнер. Помнишь, Пашку? А Валерку из Баграма Оба в восемьдесят первом полегли. У Павлухи Только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. Третий нос не пряжла. Завить мы мужчины. Много, девочка, неси ещё вина. Звёзды в рюклу По традиции старинны. Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, Поставим под фонарями. У бессонницы забвения не проси. Отвези нас на свидание с друзьями. Незговорчивое в позднее такси. Эй, шофёр, неужто мало четвертного? И без лишнего мы суровые на вид. Но подбрось нас до посёлка Вострегол. Постоять у краснозвёздных пирамид. Эй, шофёр, неужто мало четвертного? Или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас до посёлка Вострегол. Помолчать у краснозвёздных пирамид. Это мир без тебя. Это мир без тебя. Это мир без тебя. Сервис. Ну, ещё раз, если нет, не успею всего это. Только ещё надо одно важное дело сделать сегодня. Если вы не хотите поддерживать его. Да, всё. Я ещё соберу фиктуру. Да, фиктура. Сейчас. Этот мир без тебя. Просто женщинам, которые ждут и любят. И даже не любят и не ждут, но зато мы их любим. Но и нет. Потому что не важно, любят ли тебя в конечном итоге. Важно любить самому. Вот это есть состояние души, очень хорошее. Так что всем женщинам, кто ждал, дождался. И кто не ждал, не дождался. Просто женщинам. Письмо с войны. Этот мир без тебя. Просто голый искан. От палящего солнца не спрятаться в тень. Где душаманские бурые берегут перевалы. И в тревожных рассветах рождается день. Где душаманские бурые берегут перевалы. И в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя. Перечёркнут ракеты. И погибшим друзьям не закончился счёт. Здесь измерена жизнь пулемётной лентой, Караванной тропою и чем-то ещё. Здесь измерена жизнь пулемётной лентой, Караванной тропою и чем-то ещё. Этот мир без тебя. После рейда усталость. Недописанных писем скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, И по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, И по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя. И изменим вечер. Мир нежданных родулок и случайных встреч. Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи и звучит она странная, странная речь. Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи и звучит она странная, странная речь. Этот мир без тебя. Он расколот войную. Меха выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя. Всё же помнит тобою. И становишься ближе. Налёкая ты. Это надолго программа рассчитана. Вот мы так организаторы всего этого. И Юра, и Оля. И пропадающий в Мюнхене. Коновалов. И так решили. У нас был друг. У меня был друг. Замечательный. В прошлый год его не стал. Некоторые песни его пелы. Его звали Сергей Гордеев. Сейчас вы пели. Да. Он давно выступал. Умер он после второго инсульта. Оставил против себя огромное наследство. Он замечательным был автором, поэтом. И поскольку он старше меня на 5 лет, он писал только то, что он видел и как всё это понимал и ощущал. Особенно старая Москва 50-х годов. Начало 60-х. Очень талантливый был поэт. Автор-исполнитель. Только на фестивале, вот его видел только, наверное, Миша Михайлов. Да, Миша? Да, конечно. В Теретомаке. Идея в Центрального литератора. Два фестиваля в Теретомаках. Остались кадры. Вот сейчас. Цифровый был. Где он выступал. Просто я тут пел песню его. Он говорил о том. Но я пел. Во-первых, это веселый. Но по поводу событий на Украину. У него, помню, написано. Что это называется? На Гулии поле. Помните, да? Гулии поле, гулии поле, вольника, конь на воле, на просторе. Нет? Как это? Никто же не шло. Нет, а мы-то помнили. Да, ладно, напомню. Махновщина называется. Как раз Донецкая республика и Донбасс есть. И первая демократическая республика. Махно, самая первая демократическая республика была. С Артемида Химбандитом то рисовали. Надо сказать, что Махно имел первую десятку получивших орден моего красного знамени. Потому что красный помогал, что моя царица, еще чего-то. А потом понял, что на убой пускается его тачанка. Да, это не красноармейская. Их тачанка, ростовчанка. Помните, красноармейская. И это Махновская тачанка. Он ее изобрел. Грозное оружие. Номер 4 у него было. А? Номер 4. Да, вот 4 номер. А, я не понял. Вот. А с виду это рисовалось так. Гуляй поле, гуляй поле, воля не края. Конь на воле, на просторе погуляй. Сговорит казак. Юную смолянку. С ней теплей, как-никак. Ночью под тачанкой. С ним теплей, как-никак. Не, не так начало. Знаменосец смахнул знаменем зеленым. Их на площади гул старые эскадроны. Крикнул войску Махно, можно поразвляться. Бей сегодня вино. Завтра будем драться. Гуляй поле, гуляй поле, воля не края. Конь на воле, на просторе погуляй. Сговорит казак. Юную смолянку. С ней теплей, как-никак. Ночью под тачанкой. Будет шмон мужики. Всем нам выбить надо. Мы собьем всем замки. Гованным прикладом. Мы войдем с шашкой в дом. Кто нас здесь осудит. Крик летит. Над селомой. Ратуйте, люди. Гуляй поле, гуляй поле, воля не края. Конь свечок так и не фолит. Скрипку дай. Мы, закрыв глаза, пробежим по струнам. И не пугают образа молодых да юных. Что ж ты, девка, дрожишь? Прижимай к нам. С автоманом поспишь. Завтра будешь с нами. Будет сотня с тобой каждый день венчаться. Ставишь сотой женой в улице казацкой. Гуляй поле, гуляй поле, воля не края. А был один богом мой не за май. Бог на небесах, Бога надо славить. Но его нам нельзя, как тебя ограбить. Гуляй поле, гуляй поле, воля не края. Война возит на просторе погуляй. Сговори, казак, юную смуглянку. С ней теплее, как-никак, ночью подточай. Я у стенки стою, офицер полковой контрразведки. Примя на душу мою. После залпа прицельного бог осени не цепою. Презво прыгая с ветки на ветку. Ждут солдаты в строю. Трех линий поставив он, но ты прости меня, Россия. За любовь к тебе, за веру. Был я белым, ради спьером, не щадил двоих врагов. А теперь меня схватили, наградили высшей мерой. Только белых офицеров. Мечекист славит весну. Он осечки не даст. Механизм аспенисто послушный. Пуля дура сейчас. Прямо в сердце ужалит меня. Но завязывай глаз. Мне, товарищ Кожанки, не нужно. Нынче вы, завтра вас. Расстреляют моим пыльтием. Ты прости меня, Россия. За любовь мою, за веру. Был я белым, ради спьером. Не щадил двоих врагов. А теперь меня схватили, Наградили высшей мерой. Только русских офицеров. Ты чекист славит весну. Мать, Россия моя, От меня не услышит ни стона В этих диких степях. Обрету я свой вечный покой. Передай, дед, друзья. Сыновьям орденной погоны. Пусть не дровь. Мояк за свободу страны. Дорогой воин. А его стенки стою. Офицер полковой футбор разведки. Принадут ушел к мою. После залпа прицельного бог. А синицы поют. Глупо прыгая свитки на ветку. Ждут солдаты в строю. Трех легенде поставил в ноль. Я эту песню пел. Проложение к тому, что война-то продолжается в Первой ворове. Дамы и господа, до сих пор. И это я рассказывал, что была война. Кстати, мы за братушек с турками, за болгарками в 13-м году воевать начали еще. До мировой войны. Ну, отношение к братушке сейчас понятно какое. Газ им не надо, ничего им не надо. Ну, надо им не надо. Ну, хрен бы с ними совсем. Значит, не братушки совсем. Зря их спасали от турецкого иго. Только порядок не вели, там, так и надо было спасти. Но неважно. Это в контекст того, что война, революция. Революция опять война, гражданская уже. Гражданская заканчивается несколько лет, и начинается Вторая мировая. Не до вар, но никогда отдохнуть. И совсем не так, как рисовали и в фильмах показывали офицеры. Белые офицеры, белые гвардии. Совсем не такие звери. И тоже герои войны. Первый герой войны. Вот это Гордеич написал такие песни. Теперь еще одно. Тоже про него я хотел бы еще. То, что не пел. Значит, песня такая. Она, в общем-то... Ну, он писал то, что видел, то, что знал. Как думал, как видел и как все ощущал. Ну, кстати, должен вам представить, с великим уважением, сидит двоюродный брат, который является наследием, ну, хотя и наследием. Геннадий Васильевич Гордеев, капитан первого ранга, командир подборной лодки. А у нас среди нас. Давайте привет. Геннадий Васильевич. Значит, это песня, у которой много вариантов есть. Тоже Сергей Гордеев, брат ему написанная. Это окончательный вариант переделан. Он всегда переделал. Он умел работать над песней. И на таком году я писал песню, получается так. Это песня про подводников. Это про Янамайно-морской городок, секреты, где эти подводные лодки. Это про женщину, про жену подводника. Свермяжные, правда, есть. Видел я гарнизоны разные. Кроме Янамайно-морских, везде одно и то же. Почему так получается, не знаю. Но вот такая песня. Значит, это советские времена написаны. Там, по-моему, зомболит, притруки всякие. Но судьба женщины одно и то же. Жена моряка, моряная, трудная должность. С одной стороны, он понимает, что есть родина, но приучастливая. С другой стороны, она просто женщина, аж детей воспитывает. Я его по-моему, где видно, в автоматике. Происходит некоторый гадус. Вот такой. Прости, прощай, моряк подводник. Не убивайся там, на дне. Из дома женщина сегодня уходит по твоей вине. Из дома женщина сегодня уходит по твоей вине. Жена из городка уедет. Сбежит, куда глядят глаза. След посочувствуют соседи. У девки сдали тормоза. Зря заполит, твердит про совесть, про честь страны и красный флаг. Всем бабам надоела повесть, про пепел ядерных атак. Всем бабам надоела повесть, про пепел ядерных атак. Тревоги, сборы, да, походы. Муж нынче здесь, а завтра там. И лучшие уходят годы, как эта лодка по водам. И лучшие уходят годы, как эта лодка по водам. Лапшу нам на уши не вешать. Товарищ старший офицер, несчастных женщин не утешит. Твой аскетический пример, несчастных женщин не утешит. Твой аскетический пример, сегодня ты при исполнении Моральный кодекс нам читал. А завтра утром, в воскресенье, сам в лево завернешь штурман. А завтра утром, в воскресенье, сам в лево завернешь штурман. Тоскливо женщинам, начальник, в военном вашем городке. Здесь жены плачут не о маме, а о хорошем мужике. Здесь жены плачут не о маме, а о хорошем мужике. Эх, раз пошла такая пьянка, так как аж последний огурец. Плевать на мужа, ковторанка, моряк на суше, не жилец. Плевать на мужа, ковторанка, моряк на суше, не жилец. Прости, прощай, я уезжаю. Будь проклятой, про плавучий гроб. Все решено, на совесть злая, угрюмо смотрит в перископ. Все решено, на совесть злая, угрюмо смотрит в перископ. Вот такая песня. Здесь я еще вночу Сереге. Значит, мы с ним по-моему много не видятся. Но он работал, он работал в Кремле. Там у него, а я в гипсе лежал 8 месяцев. И парк каждый день, он уже выступает, часами разговаривает. Дочень Николаевич, микрофон. Да, значит, Сергей работал всю свою последнюю жизнь больше. Он ветеран ФСО, он работал в Кремле. Значит, и когда на дежурство приходил, набирал мне. А я был в Москве, не в деревне. Я сломал ногу 8 месяцев, в гипсе лежал. И мы с ним часами разговаривали. Про песни, про ситуацию в мире, про все. Один раз я приехал, муж выбирал, приехал откуда-то. И смотрю, запись у меня. Песню вот эту, которую я сейчас пою. На ответчике эта песня. Я понимаю, что Званин Гордеевич, перезвание мы с ним встретили, посидели, как было. Про песни попели, там, пока Жанна не пришла, там, когда она вечера спиртовый, перенемеренный. А эта песня была как пузырная. Значит, это после 91-го года была. А он очень переживал то, что происходит в стране. Очень переживал. Отсюда и такая песня была. И я понимал, я тоже. Над моей головой светит тусклое солнце, Как безрадостно жить в обнищавшей Москве. Друг, давай позвони мне. Мы просто пройдемся. Будем просто ходить. Говорить о весне, друг. Давай позвони мне. Мы просто пройдемся. Будем молча бродить. Говорить о весне. Постоим, помолчим, У разбитой скамейки. Поглядим, как с берез осыпается снег. Чтобы быть веселей, Постокран нам далеко. Рас тоскует душа, Значит, выпить не грех. Чтобы быть веселей, Постокран нам далеко. Рас тоскует душа, Значит, выпить не грех. Обойдемся с тобою Нехитрой закуской. Так вот хлев с колбазой На газетном листке И отбросим ногой Яркий импортный мусор. Круто здесь пировали, Но мы не из тех. И отбросим ногой Яркий импортный мусор. Круто здесь пировали, Но мы не из тех. Пусть в граниланый стакан Плещет водка простая, И к чему нам товарищ Хрустальный бокал. Ну а что там за виски И джин, я не знаю. Я живу на зарплату, Я не воровал. Ну а что там за виски И джин, я не знаю. Я живу на зарплату, Я не воровал. Торговать, воровать нас Никто не заставит. Посидим, помолчим, Чахнут берез. Ну давай еще раз, И быть может оставим Эту злая тоска Наших ждущих слез. Ну налейка еще, И быть может оставить Эту злая тоска Наших ждущих слез. Над моей головой Светит тусклое солнце, Как безрадостно Жить в обнищавшей Москве. Друг, давай позвони мне, Мы просто пройдемся. Будем просто ходить, Говорить о весне. Друг, давай позвони мне, Мы просто пройдемся. Будем просто ходить, Говорить о весне. Вот не стал. И это только часть Того, что он написал. Огромное количество написал. Ну что, 50 лет он писал. И записывал. Редко выступал на сцене, То работаю и не пускаю. То же, да, не пускаю. Куда-то легко, в телевизорах. Но остались кадры, Остались еще кассеты. Вот сейчас занимаемся обработкой. И потихоньку у них выпускаю. Кассеты разные. Значит, Война продолжается. Война. Первая, первая война. И опять мы воюем со всеми другими. Как всегда происходило. Парадокс. Что-то никто не знает. Все забывают теперь друзья. Ангела Мергель, которая. Я где-то нашел в интернете, но не думаю, что она в ручке Дитлера. Да богом. Дура она просто и все. Или там фотографии, я на 18-й школу и по пляжу на диску. Он спадал. Входят во мне. Какие-то такие. Дура, папа, что я сказал? Полностью под Америкой лежит. Там такая же дура Псаки Дегретов, что надуло ее ветром с украины. Пришла еще не меньшая дура, улыбающаяся такая. Она мне задается, что, ну, это уже не дура. Она и все Псаки и прочее. Кстати, нашел, когда я приехал из Амминистана, они тоже стали интересоваться, что происходит в Украине. Там много украинцев. Ой, в Вьетнам. Извините, перепутал. По полгода в Вьетнаме, там большая колония славянская. И вот они там. Знаете, как там зовут? Барак Абрам. Батрак Абрама. Батрак Абрама. Это с 13 на 14 год. Бал губернатора Москвы. Еще никто не знает, что наступит Первая мировая. Очень скоро. В Сараево убьют Эльгерса Фердинанда. Мы полезем защищать наших союзников. Вяжемся в эту войну. Потеряем еще одну миллионных людей. Сколько погибнет в лагерях. Там в Австрии, в Германии. Офицеров. Те, кто вернулся потом, а тут уже революция. Кто был расстрелян, кто уехал за меры. Кто остался служить советской власти. Ну и кто же потом все перестреляет. А это была гордость. Когда мы говорим, 23 февраля, я не люблю защитник Отечества, Фатерланды, героизм проявленных. Мы забываем. Вот белые, значит все. Значит никакой. Забывал непонятно за что, умирал небес за что. И вообще их надо всех напугать. Но здесь никто еще нет. Ни белых, ни красок, никого нет. Ни просто русские офицеры. Здесь Новородний бал у губернатора Москвы. И вальс. Графиня, я вашей виден красотой. Бывают такие моменты. Ах, полуполку. Оставьте другой Свои комплименты. Пальс присвечет. Пальс присвечет. Музыка из зала согретый. Белые блики На белых плечах. На балетах. О, а коронет так каков молодец. Такая красивая пара. Семнадцать ему совершенный юнец. От плана, как кусали. Пальс присвечет. Пальс присвечет. Музыка из зала согретый. Теплые блики На белых плечах. На балетах. И старин, полковник, и юный коронет. Сравнялись сегодня. И разницы нет, поскольку ему беда. Пальс нам надо покойник. И разницы нет, поскольку ему беда. Пальс на балетах. Пальс присвечет. Пальс присвечет. Пальс присвечет. Музыка из зала согретый. Теплые блики на белых плечах. На балетах. Не клятвь не признаем. Не надо сейчас. Судьба неподкупный чиновник. Быть и может, подот предназначен. Чиновник, и полковник, и карынщий. Вальс присвечет. Вальс присвечет. Музыка из зала согретый. Теплые блики на белых плечах. На балетах. Пусть завтра война. Пусть завтра в поход. Сегодня об этом не слово. Как знать наперед, Где пуля найдет. Кому видит, дорогой. Как знать наперед, Где пуля найдет мою дверь и дорогу Танцуйте полковник, танцуйте корне Влюбляйтесь, как будто впервые Все войны не в счет, а смерть подождет Пока мы живые Все войны не в счет, а смерть подождет Пока мы живые Вальс при свечах, вальс при свечах Музыкой зал согретый Теплые блики на бедных плечах Музыкой полетра Теплые блики на бедных плечах Музыка полетра АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но это разница в мировой войне большая, или в Гражданской войне, или в Первой Гражданской Родине, или за интересы Родины умирает в Афганистан. Афганистан, мы все сражались за Родину, за ее интересы, чтобы она была великая и могучая. Поэтому политической ошибкой был тот, кто туда послал все это дело, кто решил. И это их, наверное, в 1890-м году ставили к стенке высшие меры наказания всех, и маршалов, и этих, вечно очень могучих. Псих, но это не то, это за интересы, а другой прокажется не то. Все, 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 ладно. Ладно, Дим, это потом, это не сейчас. Это правда, но сейчас. Вот. И сейчас. Просто лирика. На земле опустимся с гор, когда самолчат автомат. Чтобы как-то перебить, вот, это просто лирика. И это про не настоящего пирата песня. Это про любовь, на самом деле, за которую стоит погибать. Даже где-то там твоя любовь, она не знает, что ты за нее погибаешь. Пират-то, там же, понимаете. Корсар, он же пират, он же ремиссер. Он же тесных моряк, пират стоит. На сердце на Насте холодный туман, Тоска сторожит у двери. Живет моя радость за тридевять стран, За тридевять синих морей. И мне до нее не добраться никак, Не выиграть, спорят с судьбой. Я каперством занял в житейских морях, Где каждому, каждый чужой. И в крови мою выйду кому-то потент. И значит, корсар обречет, Как гонщик-чин королевский корвет Моей бригантинем догон. Как гонщик-чин королевский корвет Моей бригантинем догон. А я восстаю от контузия рад, Мой голос охрип от команд. А где-то далеко, за тридевять стран, Ты дремлешь под пение ЦК. Ты дремлешь, не слыша, как пушки ревут Судьбу мою в клочья кроме. Но я, умерная, тебя позову, Любимая, помни мне. Я жить по законам людским не хотел, Я сам себе выбрал игру. В походную страню песню запел, И шпагу по весеннюю дру. Пусть чайки кричат за кормой корабля, Шусуля неудачнику плен, Но реет на мачте косынка твоя Гиратскому флагу замен. Один против стаи не справится волк, Такой же закон у людей. Прости, а пробиться до счастья не смог На тридевять синих морей. Уже и палач разминает плечо, И лязгает цепи оков. Я гибну, но славится имя твое Отныне вовеки веков. Я гибну, но славится имя твое Отныне вовеки веков. Так, про Малуки из косынки приходит другая песня. Тоже песня расставания. Там не смог пробиться, вот кажется, А здесь просто на войну печь. Этот город Тузи, Это не Тузи город, Это под Ташкенту военный аэродром. Для многих это последняя земля советская, Дальше война. Дальше война, неизвестность. И можно было на этом Тузеле сидеть и ждать Борта военного неделями, Когда он точно прилетел. А делать нечего. Водка теплая, но и пиво. Вокруг болталось много людей, Желающих остатки чеков продать, Жить за них там. Но чеков уже все здесь оставили. А там на всякий случай, Табу рубли. При мне прапорщик из Гусь-Хрустальнина. Таможник проходил, У него такой чемоданчик, Вот такой вот. А там записано, Две бутылки водки. А у него такой чемоданчик. Простой. Таможник открывает, А там лежит бутылка, Там, в 6 литров. Но она сделана вот так, Плоской, Пригород тоже плоской. Знаешь, как-то канистры лежачие, Под бензином, чемоданчики. И таможник, значит. А ну, кричат. Он хотел вылить, Народ хочет заняться. Ты что, с ума сошел? Он эту водку в Афганистане говорит, С ума сошел? Следующим рейсом полетим. Убежали в палатку. Пили эти 5 литров, Два дня там только. Чтоб врагу не отдавать. И таможник тоже. Ну и молча. Но там мы выходили иногда. Выходили, встречались, День гостовашек, ресторан. Девушки вокруг ходили. То есть, как всегда, Где военный аэродром? Девушки. Да, в союзе. Ну и были всякие встречи. Ну вот такая песня. И там действительно неделю, Пока самолет прилетел. Нет, а что еще? И теперь. Да, как обула, То есть дели. Я промавился неделю На войну. Мы не попробуем улететь. Пересылка, пересылка, На ветру твоя косынка, Как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, 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 поцелуй, Прощай, мне пыльки. Но не буду говорить, Что я тебя люблю. В полевых погон распятия, А на тебе такое платье, Пуфтный, будто вечер Повторился выпускной. В легком сице зебно плечи Не оправдываться нечем Наши судьбы Перепутаны войной. В легком сице зебно плечи Не оправдываться нечем Наши судьбы Перепутаны войной. Пересылка, пересылка, На ветру твоя косынка, Как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, Поцелуй последний пылкий, Но не буду говорить, Что я тебя люблю. Самолет уходит к югу На прощанке, дай мне руку, Кривлазая, попутчатся на час. Улетаю за судьбою, Она бывает злою, Но не хочется об этом не сейчас. Улетаю за судьбою, Она бывает злою, Но не хочется об этом не сейчас. Пересылка, пересылка, На ветру твоя косынка, Как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, Поцелуй последний пылкий, Но не буду врать, Что я тебя люблю. Пересылка, пересылка, На ветру твоя косынка, Как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, Поцелуй прощанник пылкий, Но не буду врать, Что я тебя люблю. Пересылка, пересылка, Поцелуй прощанник пылкий, И врать не буду, Что я тебя люблю. Спасибо. Значит, Как ты все тут смешал? Ну, ладно. Это я уже такого Заразиться к любовь. Так. Смешать все подряд и войну, и любовь, и просто так. Так, вот. Это не про войну, Не про любовь, Это про старую Москву. Опять возвращаясь, Лучший его про старую муж, Сергей Гордеев, Никто про старую Москву, Пятьдесятых, Не написал. Но песня моя, Как я помню, Родился всю жизнь, Живу в Таганке, И помню, как было, И, по-моему, Первые послевоенные годы. Вообще, Кто родился до 55-го года, Там, 46-го, 85-го, Это мы были первые здоровые Мужское поколение, Которое родилось на свете. Любой врач, Кажется, Мы, конечно, Нежнее, чем женщины, Мужики. Женщины, Вы носили ли нас? Но для того, Чтобы родился мальчик, Женщина должна быть Спокойна, Не на нервах, Накормлена, В тепле и в уюте. Тогда тут на свет Появляются Суровые воины. А так нет. Так природа устроена Правильно. Мы, Во дворе, Где я жил, Я был счастливым. Я-то был несчастным, А все думали, Я счастливым. Я один, Я и 8 девок. Все погодки В один год. А на другом были две Сестры, Сестры, Ой, Ольга, Учинские. И 6 мужиков. И я все ловил. Я говорю, Ребят, Я жила через забор, Разрушенный, После войны остался, Детка лупил. Страшно. Потому что я рвал на себе все, На этом заборе висел Сколько раз. Но что мне делать? Дочки матери решили говорить Я не знал, Что с ними делать. Лет 12. Ну, В общем, Но это дом 27, Подоганская улица, Двухэтажный, Доходные дома, Реши, Дерегляненький, Закрытый в городе, В сумме жил у меня, Детка, Сейчас 50 раз, Не говорили, Всех национальностей, Все только что, Еще не отошли от войны, И партии, Никто ничего не делил. Если дрались, Соседними дворами, Дворами, Так только его. Мы-то так, Потому что девчонка, Пошел с соседними двора погулять, Ей морду набили, Потом просили, Ну, гуляй, А ты уже не хочешь, Ей морду набили. Уже не надо, Соседи двор там тоже. Дворами дрались, Друг с другом. Входили вон, Сокольники подраться. Взрослым пусть и дрались, И мы их охраняли, Когда милиция съезжалась, Ну, там сигнал, И все разбегались. Милиция собирала всех железащих, И беззлобно. Вот, День Победы, И реформы, День Победы, И еще, Наверное, На День Революции. Отец меня, Маленький или дед, Это был там, В Москве, На плечи, На плечи, Площи по брусчатке, По все таганки до конца. А потом, Всех Ангесту не дрался на эти дни. Не за девчонки, Ну, что, Бери, Чего хочешь, Ешь, Девчонки, Трогай. Ну, вот, Все вместе за одним большим столом, Женщины начинали готовить все это дело. С пяти утра, А кто-то с ночи, Пироги там стоят. Причем, Умельцы кажут, Ну, что, Блины, Блины будешь делать, Полина, Пироги, Бахмэ, Адрена, Полина, Пироги давай, Пироги свои, Еще что-то так, Салат и все. Вот так было. И мне очень хочется, Да не хочется, Хочется вернуться, Не иначе не получается. Вот сейчас, Я живу на лесной клетке, Много лет, Замучит, Кто-то знает, Ничего не видно, Никого. То есть, Я там, Кованые двери, Деревню проще, Там иди, Иди, Туда хочешь, Ягонек горит, Туда заходи, Напой, Год, Напой и спать его должен. Даже сейчас, Не знаю, Как-то у меня осталось, Но есть еще ли кто живет. А это, правда, Старая Москва тоже. Здесь стоят, Когда-то дома, Деревянный, Двухэтажный, И народ же в доме том, Озорной и шабаши. На семь лет один ответ, Замщик, И друг залечен, Приходящему привет, Уходящему до встречи, Телевизор КВН. Собирал к себе соседей, Четырех хватало стен, Что внестили все на свете, На дверях засовок нет, Приходите скрасить вечер, Приходящему к ревам, Уходящему до встречи, Уходящему до встречи. Участковый старшина, Знав про всех и про любого, И таганская шпана, Тя не верила на слово, А дворовый женсовет Очень смахивал на вечер, Приходящему привет, Уходящему до встречи. Веселились, Веселились, как смогли, На крестинах неприметных, Тем двором справляли дни, Годовщик послевоенных, Так и жили много лет, Все ко всем, Человечки, Приходящему привет, Уходящему до встречи. Мы же жили много лет, Все ко всем, Человечки, Приходящему привет, Уходящему до встречи. Вот я смотрю, А что же происходит, Войны на Украине, Гражданские, И думаю, Однажды, Вернуши Дангарь, Остальные были маленькие, Я написал Колыбельную детскую песню, Я сначала им подарил Детской Мире, Который сейчас, Интересно, что похож, Там можно Скорценибюст купить, Еще Гитлера тоже, А тогда вот Олавянный Салтетик, Купил Олавянный Салтетик, Две, Этих самых, Упаковки, Тоже двое, Вот, А потом написал песню. И мне кажется, Что вот эти детские игры Так затянулись До следующего столетия, До двадцать первого. Вот песня такая, Занимается, Олавянные Салтетики. Вот так и кажется, Это как анекдот Про вьетнамского партизана. Знаете, Которые там, Американцы использовали напалму, Выбили нас из джунглей. К нам подошли подвозь к северу, И мы выбили американцев из джунглей. Американцы пустили морскую пехоту, Она выбила нас из джунглей. Мы там, Союз-Союз получили оружие, Выбили американцев из джунглей. Я эпофеоз. А вчера пришел лесник, И всех нас выгнал, И какие-то две нефени. Вот мне кажется, Без этих джунглей. У нас отдали Крым, Американцы полетят, Актив, Вот не про это, А дело в том, Что аналоги и такие. Вот какая-то война странная, Да? Там стреляют, Никто, никого, Ну, украинцы, Ну, не важно, Все войны, Какие-то такие. Игрушки, мне кажется, Ну, понятно, Потому, что воюют, Не люди, А воюют олигархи, А мы их все ругаем, А у нас самих, Как собак-нелезных, Олигархов тут, И мы же пример показываем, Но, А в общем-то, Это все вот это, Что про детей. Оловянные солдатики, Просто детская игра, Каждый с мини-автоматиком, И с мини-шашкой генерал, Пчатся в мини-БТ-эриках, За противником вдогон, И у мини-офицериков, Мини-ленточки в погону, Вот в атаку кем-то двинутым, Оборону проломив, Из коробки танки вынутые, И сходу брошены в прорыв, Ну и еще одно усилие, А в даже коница пошла, Ура! Но тут случилось перемирие, Мать обеда позвала, И на время-то шаманное Примерила две страны, И достала из поля бренны Первозданной тишины, Ох, вы моржи, вы курносые, Вам бы только воевать, Хорошо, что в играх взрослых Не случалось, вам играет, Тут ни стратегии, ни тактики, Ни теории, ни наук, Оловянные солдатики, Два рубля за десять штук, Оловянные солдатики, Просто детская игра, Каждая с мини-автоматикой, С мини-шашкой минералом. Так, вот песня, Это чистая пиратская песня про пиратов, Называется она «Джентльмеды» Не придав мечты о вольной воле И не разуверившись в себе, Джентльмены, кто пойдет со мною в море, Кто не хочет больше ползать по земле, Под покровом сизого тумана, Мы уйдем в погоню за мечтой, Джентльмены, выбирайте капитана, Поднимайте черный выпил на волнуе, Джентльмены, выбирайте капитана, Поднимайте черный выпил на волнуе, Пусть удача встретится отважным, Сто чертей в подмогу парусам, Джентльмены, это судно будет нашим, Пушки к бою, канонеры по местам, Джентльмены, это судно будет нашим, Пушки к бою, канонеры по местам, Оборванцы, сброд многоязычный, Здесь одно лишь мужество в цене, Джентльмены, делим поровну добычу, Капитану полагается вдвойне, Джентльмены, делим поровну добычу, Капитану полагается вдвойне, А потом, на тип, во всю бездачи, Что пробьем, на море наживем, Джентльмены, это женщина удача, Джентльмены, кто пойдет на рим первым, Черт возьми, начни палач с меня, И не то, чтоб жизни было жалко, И ее отпущено вполне, Жди меня, зеленая русалка, Я свои закончил счеты на земле, Жди меня, зеленая русалка, Я свои закончил счеты на земле, Добро пожаловать в пирассу и вручную площадку! Так, вот сейчас пою! Для одной барышни, А видели вы там, в интернете где-нибудь? Ладно, это, вот, товарищ, Да, я вам написал, И полюбили, да, И полюбили, да, Сейчас только расскажу, Откуда он взялся, не кран, Я не знаю, откуда он взялся, Но у меня друг есть, Володя Мурзин, Он питерский, Когда его называешь капитан, Первый, он говорит, Нет, не капитан, У него красный, Он военно-инженер военно-морской, А у него было четверо детей, И он вернулся раньше нас, Вернулся в Россию, Уехал на Иград, В это время умеряет жена, И бывает, Оставляет четырех детей, И он написал нам всем письмо, Ребята, приезжайте, Мне нужны песни, Я не могу там, И мы туда к ним приехали в гости, Ну, пили, конечно, А дети маленькие были, Самый старший был четырнадцатый, На дочке, А что мне, И вот этот краб, И вот этот краб, И я помню, И там пил, И забыл про него, Но мы нашли его И напомнили, Так вот и прошел пил, А вот этот вот такой, Синий краб, Синий краб, Среди чувак, Скал в тени, Синий краб, Он приснился мне в озере, У него восемь лад, Две огромные крышни, И серебряные звезды на спине, У него восемь лад, Две огромные крышни, И серебряные звезды на спине, Рыбаки ловят рыбу, Китобои бьют китов, Делом заняты, С утра и до утра, Только я с той поры Позабыл про все готов, Тот залив еще, Где водится мой краб, Только я с той поры Позабыл про все готов, Тот залив еще, Где водится мой краб, Но зачем он тебе, Этот синий дверь морской, С ним беду очень трудно, Просто угодить, У него страшный бьют, Он, наверное, ядовит, И сварить его, Не убавил, посадил, У него страшный бьют, Он, наверное, ядовит, И сварить его не убавил, Можем, не убавил, Сто ночей, сто ночей, Буду все о нем, Сто ночей буду плавать и грустеть, А мне бы только взглянуть На него одним глазком, Ну просто так посмотрели, Отпустили, А мне бы только взглянуть, На него одним глазком, Просто так посмотрели, Отпустили, Синий краб, Синий краб, Среди чего, Он приснился мне во сне, У него страшный бьют, Он, наверное, ядовит, Не сварить его, Не убавил, Не убавил, Не посадить, У него страшный бьют, Он, наверное, ядовит, У него 8 вланды, И селены, И селены на спине, Даже по почерку вижу дама, Написала и второе, Она периодически, Эта дама выдает такие песни, Того, которые она знает, Ладно, Вполне пройдет, Надо же уважать, Тут навес, Чучево в парадже, Одна из первых, В 82-х годов, Это подрошадь лет, Ну, по заявкам, Пока полузырить не будем, Да? Нет, ладно, Значит, я уже говорил, Каскады, названия какие-то там, Каскадеры, Куда же ты попал, Каскадер? Куда я попал? Там черт на рогат, Где человек говорит, Сходит с города, Сезарбат подошел. Эх, куда же ты попал, Каскадер? Что ни шаг здесь, То дуан, То забор. За туалом, Ханун и Духтар, А над крышами Солярный югар, За туалом, И Ханун и Духтар, А над крышами Солярный югар, И шаги, А вот с утра, До темна, Им с мечети подбывает мор, И звоняются везде графики, От базарной, До кучей реки, И звоняются везде графики, От базарной, До кучей реки, Здесь неведеем Требок и забор, Чей коня, Чей коня и море, А обсуждают целый день, Что почем, А душманы, Вроде им и ни почем, Обсуждают целый день, Что почем, А душманы, Вроде им и ни почем, А это что, За чучело, Он в пуранже, Двух полов гоняет вдоль, По меже, Ах, Эта женщина, Афганская мисс, Обрабатывает землю под рис, А эта женщина, Афганская мисс, Обрабатывает землю под рис, Автомат, Потому, как революция, Дать бы в лобке, Будут только нельзя, Потому, как революция, Автоматы заживели давно, Про войну мы видим только в кино, А из центра за приказом, Приказ не пускать на операции нас, А из центра за приказом, Приказ не пускать на операции нас, Но, слава Богу, БТР на ходу, До Майдана как-нибудь доведу, Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски, Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски, Их, куда же ты попал, каскадерок, Что мешать здесь, То дувал, то забор, За дуванами, ханум и тухтарь, А над крышами солярный угар, За дуванами, ханум и тухтарь, А над крышами солярный угар, Эта песня, чем интереснее, Друзья, лет пять назад пошел я в Храм, Не выступать, пригласили до них, Друзья, Jewish artists, И, говорю, раз – песню, два – песню, рассказывает истории вот мы с ребятами на колоннах где там на каких колоннах я выходил первым из союза в 89 году в колонны которая шла через салан и там пели песни солдат не пошел баню по всякому дату солдат вверх это вот у нас нет пески лещенко разгадывается откуда узнал и думали я сама свою песню сейчас я ее спою она хорошая песня лещенко хороший певец хорошо поставлен голосом но он ни черта этого не видела и честно а эта песня такая я до сих пор не знаю и понимаю нет я вижу во что мы превратили все многие знасти начиная с кончина войны в Уганистане а это тогда просто раздумья когда мы на землю опустимся за год когда замолчат автоматы когда отпылает последний костер какими мы станем ребята когда раскаленный остынет гранит когда от гремя камни падают когда наши души любовь исцелит когда мы вернемся в раздолье берез где нервы треножить не надо где высохнет слез от непролитых слез какими мы станем ребята какими мы станем ребята я высохнет слез от непролитых слез какими мы станем ребята какие удачи еще впереди какие насыщен награды когда отойдем от обрет от обрет от боли какими мы станем ребята когда отойдем от обрет от боли какими мы станем ребята когда заболит 跟 не погоде плечо пробитое возле керата и память толкнется висок горячё какими мы станем ребята и память толкнется висок горячё какими мы станем ребята АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь, ты кто еще? Да, ты кто еще? Да, забыл все. Так, две фишки, задай мне речку. Он не просил, я пощаду Каина. Я знаю, какая там, бодра там. Это есть, да. Такая тоже, значит, ну ладно. За данной речкой, за данной речкой, Где пыль на жару, За хребтом гендукуша, Над каменью сушью. Послушай, послушай, Как плачут ветра. За хребтом гендукуша, За каменью сушью. Послушай, послушай, Как плачут ветра. Военные годы, Старовые годы, Мои до походы, До пули, до кровь. Это было, все было. Обелиски могилы, Придай женам силы, Земная любовь. Это было, все было. Обелиски могилы, Придай женам силы, Земная любовь. Война за плечами, Отчаянно старочами, Когда малополчане Приходят во снах. Загорелые лица, Синева на петлицах, Как пыль на весницах, Весолы на губах. Загорелые лица, Синева на петлицах, И пыль на весницах, Как ветер поет, За хребтом генду куша, Как каменной сушью. Послушай, послушай, Как ветер поет, Послушай, послушай, Как ветер поет, Как ветер поет. Петер поет, И последняя песня, да. Спасибо вообще. И последняя песня про царей В поле пехоты, У которой сейчас называется Мотопехота. Но мото, она только на дорогах и где-нибудь в песках и пустынях, а вот там, да, там много, там чего, да не везде. Да и вообще, пехота была, есть и будет, царица полей, до сих пор международным праве написано, территория считается захваченная, когда на нее ступает нога пехотинца. Можно бомбить, можно летать, можно на танках кататься, пока пехота не вошла, да, не только везде. Так вот, она не так очная, поэтому я ее так и не пойду, как это пишу. Гордо назовут мотопехота, здесь это товарищ и бурак, мотом и в горах до поворота, а за поворотом как тура. Эх, пехота, матушка пехота, черт, попробуй этот поворот, в горышек была почти что рота, с гор спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет, где карниз, который подведет, кто тебя на родине помянет, и какие песни пропоет. Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, горько, как будто на работу, не дай бог вернутся в цинкачах. Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, пойду, как будто на работу, не дай бог вернутся в цинкачах. Только назовут мотопехота, здесь это товарищ и бурак, мотом и в горах до поворота, а за поворотом как тура. Спасибо вам большое за тотний вечер, за ваши замечательные дети, за весеннее настроение, всеми всем выпускам. И еще и еще поздравляю с великим праздником, который великий и всенародный, потому что мы все дети своих отцов, детей, внуки своих дедов и бабок, и у нас одна Родина. Вот, спасибо вам, здоровья вам, удачи, хорошего лета, если получится хороший отдых на грядках, там, у кого чего получится, то там так. И 15 июля, в 20.00, пожалуйста, кто сможет, приходите, буду рад всегда вас видеть, всегда. До весны дожили, дальше легче пойдет. Не забойтесь об Украине, не забойтесь об Украине, они сами разберутся, как они хотят, ну пусть разбежатся. Украины на второй больше нет.